Давайте посмотрим, как можно обыграть аккорд Соль Мэйдж. Вот он. В разных позициях он вот так выглядит. Еще раз. И соответствующий ему. Арпеджио. Вот так выглядит. Это от шестой струны. Нисходящая, да? И от пятой. Это можно вот эти схемы, прям по точкам. Ну там и ноты есть. Можно посмотреть у Попова. Аппликатурное мышление гитариста. Я все время ссылаюсь на эту книгу, в которой все подробно изложено. Единственное, что там нет звукового сопровождения. Ни диска, ни видео, ни аудио. Вот таким образом можно вот эти обращения на грифе. Перемещение аккорда. Можно, например, минимализировать до таких вот трезвучий. Вот тут вот. Четырехзвучий. И вот в таком контексте уже вот фраза будет звучать так вот, например. Служи как какое-то сложно сочиненное предложение. Ну, по крайней мере, сложно подчиненное какое-то предложение. Ну вот, я, например, эту вот комбинацию я использую в разных ситуациях. И, кстати, можно эти аккорды и... Вот, и кот пришел на музыку. Вот, сейчас будет тут нам мешать. Вот, эту комбинацию использую в разных контекстах. Можно, кстати, и двигать этот вот соль мажор. И, соответственно, все вот эти аккорды, они сдвигаются по грифу. И так же и вместе с ними двигается и, значит, и вот эта гамма. Это арпеджио 2 двигать можно. И вот если соединять арпеджио... То можно... Вот его... Получаются вот такие фразы. Вот. Еще, как бы, к этому... К этому вот предложению сложно подчиненному... С одним подчиненным предложением. Да, еще можно добавлять вот в такой фразе. Вот. Вот. Я тоже в разных пьесах это использую. Вот, к примеру, да. Вот. Вот. Утро карнавала. Лобз separate. Лобзau. Лобз Си септаккорд это предыдущий урок я вказывал как и мы начинаем импровизацию Сначала обыгрывается ми-минор Соль мейндж Потом я в отдельном уроке расскажу как обыгрываются другие аккорды В предыдущем я рассказывал как обыгрываются си септаккорд И соответствующие вот эти феньки Я примеры приводил Сейчас я играю и соединяю эти две структуры Ну вот например тоже хрестоматийная джазовая пьеса Джазовый стандарт Тень твоей улыбки Менделя Это я играл перед этим Луиса Бонфа Утро карнавала Или как я еще ее называю Утро карвалола Это одна из пьес, которую я очень рекомендую играть Гитаристу любого уровня Потому что она хрестоматийная такая Она преследует всю жизнь На нее все это навешиваются Навешиваются новые какие-то вариации Вы можете свои какие-то вариации придумать Я сегодня вот сел Еще что-то новое придумал Еще добавил Завтра сяду еще добавлю И вот как бы получается такая Ну энциклопедия что ли Вот этих вот всех этих приемов Вот Тень твоей улыбки Ну кто ее не знает Ну кто ее не знает Вот пожалуйста То что я в предыдущем уроке показывал Пальцы поломаешь Пальцы поломаешь Немного по-другому То что я показывал в предыдущем уроке И вот кстати К этому категаме Можно привязывать вот такую Финьку Кстати Бетлы в Мишел используют Но потом как-нибудь я добавлю Сейчас нагромождать не буду А обыгрыш А обыгрыш Вот Шаблонно играю Вот Вот Ну и пожалуйста Можно Вот эти все Кирпичики Как я уже в предыдущих своих Лекциях говорил Можно их соединять И играть В каком Добавь Кирпички ДИНАМИИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Довольно серьезная работа нужна, чтобы работать над этим произведением Во-первых, эту первую часть сыграть аккордовым соло или фингерстайл Но вот эта часть, которая обыгрывается гомообразными пассажами Смешанными с другими приемами Вот эта часть строится на связи аккордов, их обращения, их каких-то фрагментированных трезвучий Может быть четырехзвучий в виде более полнозвучного аккорда, септаккорда И это связывается с гаммами Ну и конечно надо слышать, слушать и когда будет музыка Вложить в нее какой-то смысл, какое-то свое содержание Вот